всем привет дорогие друзья продолжается моя прогулка по сочи и сейчас мы с вами немного посмотрим парк южных культур вход платный я здесь долго гулять не буду только посмотрю магнолию и хочу на иметь тоже попасть ухт а месячная полторы тысячи мы чуть ли плохо не стал а сколько разовая стоит 300 рублей ну вот она магнолия и я бы не сказала что прям это такое громкое название цветет потому что ну вот какие то вот такие вот от росточки здесь есть почечки почечки на цветочков разумеется еще нет на мне прям по пути села как раз таки в нужное место здесь видимо совсем рядом аэропорт ну да мы его проезжали вот бридж-ресорт очень близко очень хорошее расположение к аэропорту я вот центр города в этот раз посмотрела если я еще раз сочи поеду то я бы конечно остановилась в адлере ну вот и меретинка именно и меретинская низменность ну я и хотела в бридж поехать но бридж был занят на моей даты то что бридж-ресорт он как-то больше ну вот для меня подходит под в том в том плане что он больше похож на на обычные отели которым я привыкла не санаторий бывший переделанный а именно отель так ну что в какую сторону пойдем магнолию я увидела мне сказали что здесь можно выйти на набережную с восточного выхода а для того чтобы выйти на набережную с восточного а кстати тис ягодный слушайте мы же сейчас ходили с вами там где тис и он был совершенно другой вот это вот не погибший что ли тис ягодный без мха тис ягодный кизил кизил вы его еще не увидите очень-очень тепло сейчас где здесь какая-то центральная ли или что вход стандартно я смотрю всех по 300 рублей куда-то не заходил они 300 350 есть еще вход 300 но я считаю так что я уже говорила на эту тему что чтобы поддерживать все в чистоте за это надо платить потому что если будет заходить каждый желающий то порядка не будет чуть ничего не подписано что такое смотрите цветы а вон она табличка красиво какое растение а я такой не знаю и но милис вельма рена сумерки вот так вот все это выглядит и осы здесь или пчелы или осы собирают мед смотрите какая прелесть на красной поляне обманывают насчет о зверобой впервые вижу как растет зверобой здесь можно сюда пройти или нет зверобой гокера смотрите какая красота не виде вообще ни разу не видела как цветет ну смысле как вообще выглядит зверобой теперь хоть представлениями так мысль потеряла а воду красной поляны кто-то написал что родственник этого зрителя сдает свой мед в красную поляну на продажу они его выдают за краснополянский вот то что нам на экскурсии показывали олеандр обыкновенный о чай китайский вот нам на экскурсии показывали как чай выглядит я бы сказала кустарник кустарник чай китайский здесь знаете еще как-то таблички хоть расположены рядом нет никаких офигу а рядом нет никаких других деревьев что можно понять к чему относится тому в дендрарии были там табличка и рядом пять растений каких-нибудь стоит и определи какому растению все это относится а это в общем вы видите как называется вот такой вот куст мне в любом случае я не запомню что это бересклет если я его даже где-то увижу о а это что такое вот это красиво здесь надеюсь не насадные цветочки как мне показывала роза мы были в дендрарии хеномелис гренада странно листков нет ни одного листика цветочки есть это как так вот интересно ну красиво вот это красиво что красиво то красиво у меня сегодня прям такой восторженный восторженный день потому что я прям вот знаете впитала в себя просто вот огромное количество вот этой вот всей свежести от всего мне прям хочется вот это знаете запомнить и забрать с собой ощущение вот именно вот этих вот всех запахов знаете сюда нужно приезжать вот кто переболел короной вот всем прямо обязательно для посещения вот эти вот все парки которые сейчас было предыдущий можжевельник жасмин жасмин мисс не смотрите какой красивый класс смотрите как здесь ухаживают за этим парком ровно-ровно подстрижены кусты все ухожено ни одной травинки в округе трактор что-то катается вот видите убирают о там бамбуковые заросли тоже в том числе здесь вот интересно лебедей пока что не вижу а вот это что такое стоит какой-то вентилятор стоит а вон они вон они лебеди интересно зачем они так сделали здесь преграда почему нельзя черным встречаться с белыми смотрите мне прям такого жалко он изо всех сил старается они как а вот он бы мог бы обойти вон там по идее смотрите там такая решетка он бы мог бы там пролезть если бы он не был но они лебеди такие неустойчивые они в воде такие гарциозные а так-то ходить они не очень могут бедный и так он и сяк он и никак так странно в его распоряжении целый пруд вот целый пруд огромный а он вот бедный здесь к своим хочет туда проплыть но не может кстати у него чуть-чуть эти белые крылья есть жалко голуби могут вот видите как в разные стороны летать а лебедь перелететь не может они заходят вот только они бамбук написано не заходить не заходить так какую сторону идти я поняла я когда с розой сейчас пообщалась вот у нее все очень хорошо с логикой она очень четко ориентируется по картам всегда идет в нужном направлении а у меня вот если я подумала что нужно идти прямо нужно идти обязательно в другую сторону завтра я увижу мороз а сегодня розы растут посмотрите прям пытается перекусить вот эту вот сетку которая там есть но не может смотри папа они разговаривают друг с другом через сетку яблоки такое все все HR ч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот в этом месте какой-то особенный аромат сосны Еле ушла от лебедей Меня нельзя подпускать к лебедям Потому что все, я не могу оттуда себя оторвать Готова стоять и стоять Но времени уже у нас Сейчас, кстати, покажу, сколько шагов прошло 15.34 Времени 15 тысяч шагов Почти 16 Но это, как всегда, не предел Потому что сейчас я хочу по имя рейтинга По набережной пройти как можно дольше Но сегодня надо хотя бы Появиться на ужине За все время За все время У меня один ужин был, когда я приехала Вчера я не смогла пойти на ужин У меня не было сил Ну не то, что сил А желанием Потому что мы поели очень хорошо В 5 часов полпятого Сегодня надо, ну как-то все-таки уплачено Надо попасть Хотя бы сегодня Вот он Тоже чистенько все ухожено Вот такой вот фонтанчик Так, сейчас почитаем с вами историю парка Да, мне видно Проект по созданию растительного шедевра Генерал заказал архитектору Смешанный стиль Характерный для садов и парков Конца 19 века Основная часть парка заложена в 10 году 1910 Растения самых разнообразных Хвойных и лиственных пород Ну я не знаю, чей-то питомник В общем-то За 5 лет владения парком Собрал коллекцию из 370 видов Редких Для юга растений А сейчас они, в принципе, мне кажется Уже по всему Сочи растут Инвентаризация Теперь уже, значит, в 36-м году 5193 насчитали дерево И 324 вида кустарников Ну, в общем-то, конечно, я вам это Сегодня все не покажу Но я просто Вот Чисто уже Знаете как? Я ехала в Адлер На Эмиретинку А потом в автобусе зашли женщины Говорят, он до парка южных культур едет Водитель говорит, да, едет Но я думаю, раз он едет Значит, надо и мне туда Заехать сюда же Чё ж уже Если я еду Какая мне разница-то Заехала И прям, вот, знаете Вот то место, куда ты вроде бы И не хотел, и не планировал Произвело на меня Самое большое, наверное, впечатление Даже больше, чем Абхазия Реально Потому что, ну, как-то мне вот Место для моей души Вот здесь Главная аллея О, смотрите Выход можно и так пройти здесь Без билетика Не платить 300 рублей В общем, знаете Вот всё, что я вам показываю Рассказываю Это всё чисто Вот мой взгляд на все эти вещи У каждого они свои Понимаете, кто-то скажет Ой, самое прекрасное место там В Сочи это Дендрарий Там или ещё что-то У каждого свои какие-то Любимые уголочки Но вот Для меня По моему восприятию Вот этот парк Понравился больше всего Всё, солнышко сейчас скрылось Уже немножко за точками И становится прохладно А впереди Я вижу квартал Эмиретинский Сейчас вам покажу И горы Горы все в снегу Так вот Видите Верхушки гор Все в снегу А вот это Эмиретинский Квартал Ну что ж Раз я в нём не поселилась Хотя бы сейчас Просто пройти мимо Посмотреть Что он из себя представляет Ну представляет Ну собственно говоря Что? Апартаменты То есть каждый номер Это как апартаменты То есть С кухней Вы можете сюда приехать Там допустим На месяц Жить Самостоятельно готовить Можете не готовить Потому что здесь Масса Столовых Разных ресторанов Кафе Всего остального Есть магазины наши Вон они Пятёрочки Пожалуйста По нормальным Адекватным ценам Вот Поэтому Это на Выбор Просто в моём понимании Видите Гостиница Как бы отель Это всё-таки Какое-то одно Единое Здание Ну мне так удобнее Да Чтобы ориентироваться А здесь Даже когда я С Любой Разговаривала Когда бридж ресурс Сорвался Она говорит Лен Ну либо Жемчужина Либо и Меретинский Говорит Ну и Меретинский Я тебе не советую Я хоть Говорит И Туристическое агентство И много где была Но я бы Говорит Блуждала Между вот этими корпусами И я так тоже подумала Что я так точно Буду блуждать Понимаете Уж кто-кто А я так точно Буду блуждать Вот здесь машина На вот Настолько сильно гоняют Что они Знаете Всегда думаешь Остановится Или не остановится Все А мы с вами Сейчас идем Вдоль этих кварталов На набережную Набережную Пройду Наполовину И поеду домой В общем Вот такая вот машинка Маленькая Закрыта она Какими-то шторчиками Такими Полиэтиленовыми В общем Полторы тысячи рублей Стоит Полтора часа Катаешься Но полтора часа Я точно уже не осилю кататься Это я стоподолго говорю Хотя бы прогуляться Сейчас минут десять Фонтаны Открываются В шесть часов Поющие фонтаны Но я их видела уже Когда мы отдыхали В бриджерсорте Мы ходили тоже И ходили И ездили Несколько вечеров подряд Смотреть на эти фонтаны Поэтому До шести Я точно ждать не буду Ну а до набережной Мы сейчас с вами дойдем Причем Говорит Если просто Посмотреть Объекты олимпийские Ну мы их уже проезжали На автобусе Нам про все эти объекты Рассказывали Я их тоже уже видела Неоднократно До семьсот рублей Все это дело стоит Народу здесь практически никого До Силан До велосипедов Как начать аренду Интересно А где потом Вот это все дело оставлять Сейчас попробую Скачать программу Слушайте Никогда не сталкивалась С этими велосипедами Еле разобралась Как и чего Нужно специальное приложение Установить И здесь в общем езда Один рубль в минуту И плюс Ты должен привязать К счету К банку Самое главное Что как его оставлять Сказали В любом месте Вроде то Его должен оставить И Откройте Замок Оренович Ну в общем ладно Я поехала Поехала Покатаюсь Доеду Где нибудь Его оставлю И уже оттуда Буду вызывать такси Слушайте Попадала вас Этим велосипедом Больше никогда В жизни брать не буду В общем Он пишет Что вы ставите В неположенном месте Хотя Вот здесь Вот место положенное Я 10 раз Сфотографировала Его Что он стоит на месте Он пишет Не в положенном месте Вы его поставили Я уже переехала В другое место Он все равно Пишет Не в положенном месте Потом все таки Закрыла Но он почему то Деньги не снимает И непонятно Закрыт он или не закрыт И будут ли они у меня Сейчас списывать С карты Потому что там Предоставляешь все данные К своей карте Служба поддержки Нифига не отвечает В общем Я в шоке Я не знаю Что делать У меня сейчас Просто-напросто Если он Ну вроде я так смотрю Что замки Все закрылись Вручную Их уже не откроешь Вроде бы как Ну должно было пройти В общем не знаю Сейчас придется Наверное Блокировать эту карту Свою Чтобы у меня не списали А то у меня будет Каждый день Ну списываться Считайте Одна минута Один рубль Золотая карта будет Ой Не было печали Называется С этим велосипедом Все В общем вздохнула С облегчением Пришла смс Что сняли деньги Потому что Ну представляете Да У тебя велосипед Золотой будет Если с него не сняли Хотела еще В ту сторону пройти Но уже что Все Пошла В обратную сторону До богатыря Хотела До Сочи парка Не пойду Все Возвращаюсь домой Ищу такси Где здесь Ближайшая дорога И уже отсюда поеду Вообще конечно Здесь вот Фантастическая Вот такая вот Широкая набережная Сейчас я обернусь Покажу вам Вот за что Любят Эмиритин Коя вся кто-то Вдруг Ни разу не был Именно За то Что набережная Здесь огромная Кататься Вот можно На велосипедах Но знать Нужно Как пользоваться Этими приложениями Чтобы не попасть В просак И почему Он пишет Допустим Ты оставляешь У него фотографии Не проходят Что не положенное место Хотя это положенное место В общем там Видимо Наверное Тоже еще такие Сбои Сейчас Покажу Как все это выглядит Поехала Вот смотрите Видите Длинная Длинная Прямая Набережная На ней Масса этих Кафешек Всяких Разных Всего остального В общем Вот там В самом конце Практически Находится Бридж Ресорт Он Самый Дальний От Сечи Парка Ну вот От этих Всех Олимпийских Объектов От всего А вот И Меретинский Как раз таки Если кто-то Хочет там Любоваться На фонтаны Либо еще что-то Он находится Как раз таки С этой стороны То есть Самое Удобное Вот такое Местерасположение Где Можно Поселиться Все Я поехала В общем Такси Отсюда Пойдется Тысяча Рублей До Жемчужины Это вот По По Яндексу Можно Конечно Здесь И общественным Транспортом В том числе Добраться Но я сейчас Уже Ну настолько Устала Сегодня Сейчас покажу Сколько я 18 тысяч Шагов Прошла 18 600 Это без учета Велосипеда Сколько я еще Покаталась Поэтому В общем-то Поэтому В общем-то Уже мне все равно Я просто хочу В номер Все Села я Наконец-таки В такси Еду домой Целый день Все пешком Пешком Теперь Надо успеть На ужин Ну а можно было бы вот уехать ЖД станция Ну конечно Здесь для нее прилично идти Но можно было бы на такси До нее доехать Но мне в общем-то На такси Все Счастье есть 18 15 Наконец-то Я сегодня смогу попасть На ужин В общем Переодеваюсь Мою руки Точнее Их уже помыла В общем Сегодня я поняла Еще раз Один раз Одну вещь Что все Что Бог не делает Все к лучшему Потому что два ужина я прогуляла Может быть даже оно и хорошо Сейчас покажу вам Обстановку здесь На ужин Смотрите Столики Все Заняты Практически Абсолютно все Я еле-еле нашла Вот такой вот столик На двоих Но мне разумеется Достаточно И В общем-то Вот вообще Все места Абсолютно все Все Занято И вот этот хвост Стоит Дурацкий хвост То есть вот люди стоят Там дальше По линии раздачи Допустим Рыба Она кому-то не нужна Или картошка Она кому-то не нужна Но они все Становятся в очередь То есть вот там Допустим Сбоку я подошла Взяла рыбу Там никого нет Вот они все стоят С самого конца То есть как бы Чтобы пройти Вдоль вот этой вот линии А можно пройти Чуть дальше И там Есть допустим Вот такие вот эти Люля Кебаб Котлеты Их можно вообще Просто взять без очереди Но людям просто Наверное Многим нравится Стоять в очереди Я так думаю Так Ну и выбор мой На сегодня Значит это рис Какой-то вот такой Шашлычок Из рыбы Из рыбы по-моему Терияки была написана Или не знаю Что это такое Или курица В общем соус грузинский Брокколи И вот какие-то лепешки Ну и булочка Я не устояла Я сегодня Очень много ходила На булочку заработала Слушайте Слушайте Очередь еще больше Стала Прикиньте При том что я говорю Если пройти Чуть дальше То можно абсолютно Спокойно взять Там Ну есть выбор Я даже подошла Показать этот момент Но я за добавкой Смотрите Котлеты Макароны Гречка Овощи лежат Печень лежит Вот Никого нет Все там стоят В очереди За тем Что там есть А там Я бы не сказала Что как-то сильно Ассортимент Отличается Шашлычки Вот эти вот Люди могут просто Обойти Взять здесь Те же самые Макароны В общем Мне непонятно Смотрите Те же самые Котлеты И люди Вот здесь стоят Ждут Че ждут Не знаю Реально Не знаю Ну и места Вот уже вновь Прибывшие приходят Мест нет Но При этом Вон там есть зал Я так понимаю Что там тоже Можно есть Но туда никто Не идет Там свободные места Вот Вот такая вот История интересная В общем И в целом Дорогие друзья Вот такой вот День у меня получился Прошла домой Мягко скажем Без ног Мягко скажем Без ног Не знаю Сейчас если еще силы Найду Пойду поплаваю Но скорее всего Что нет Ну сейчас посмотрю В общем Ну а с вами Я на этом прощаюсь Как всегда Желаю вам добра Удачи Позитива Вылет завтра У меня вечерний Поэтому мы с вами Еще погуляем По Сочи Все Всем здоровья Как всегда Пока-пока Увидимся вновь И как всегда Вечерний Сочи И вот это Вот слушайте Вот эти вот Видите Маячки Это машины Это пробка У меня кстати Сейчас была Прикольная Это Ситуация С таксистом Я смотрю Он не по курортному проспекту Поехал Совершенно в другую сторону Вообще Вглубь куда-то туда ушел Я перепугалась Смотрю Вроде дядька старый Думаю Вроде чудить не должен Говорю А куда вы едете Он говорит Там пробка типа большая Я буду объезжать Потому что там вообще Все стоит Но тогда я вроде Немножко Нет Я посмотрела в навигаторе Думаю Точно нет Посмотрела Что да Действительно Есть объездная дорога Но знаете Как В голову Ничего хорошего Не приходит Мало ли Все таки ты в чужом городе Понимаете И никто тебя здесь искать не будет И он довез А вот теперь я верю Да Вон оно Огромная Огромная пробка Вот там вот это вот все Светится Это все машины едут У нас там купаются Как всегда В бассейне В общем я вам так Напоследок Показать Вечерний вид Самой запомнить его Все Завтра я его К сожалению Уже Не увижу Поэтому хочется Запомнить все Вечерний вид Вечерний вид